Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами снова Клима Вячеслав, город Киев, Украина. Я рад вас приветствовать на своем канале. И давайте сейчас продолжим с вами серию рассказов «Гаражные тяцки». Итак, уважаемые зрители, на этот раз я представляю вашему вниманию сварочный аппарат. Сварочный аппарат «Кайзер» марки «НБС-250Л-Профи». Ну, теперь, раз я держу его в руках, я теперь могу считаться настоящим профи сварочного дела. Но по секрету вам скажу, я сварочный аппарат последний раз держал в руках 20 лет назад. Когда-то, где-то еще будучи офицером, что-то мне захотелось там поварить. В общем, пошел в танковый парк, взял эту сварку, пару раз тыкнул, плюнул, положил и пошел дальше по своим делам. И с тех пор сварку я в руки не брал. Ну, теперь возникла такая необходимость купить вот эту сварку. Я, с вашего позволения, ее поставлю. Все-таки она весит 7 килограмм. Вот. Два слова... Да, поставил. Ну, теперь два слова, собственно говоря, на кой ляд, пардон, за мой французский, она нужна. Вот 25 лет сварки не было, и вдруг она понадобилась. Ну, ситуация следующая. Как бы, вы знаете, что я живу, работаю, путешествую относительно, но на данный момент я хочу, так по секрету вам скажу, я хочу купить кемпер или караван, прицеп кемпер такой. Я хочу окончательно перейти на жизнь в путешествии, и для этих целей весной, когда я буду покупать этот кемпер, мне понадобится эта сварка, потому что варить там надо. Ну, а честно говоря, у наших, ну, я не знаю, сварщиков, да, ну, во-первых, я крайне не люблю с ними общаться, потому что, знаете, такое впечатление, что... Я понимаю, что каждый должен быть там профи в своём деле, да, но есть, допустим, сварка, ну, образно, космического аппарата, есть сварка уровня, там, подварить двери в гараже. Мне, например, не надо варить космический аппарат, мне надо подварить двери в гараже, либо в будущем кемпере, там, подварить ухо какое-то. Я думаю, что, в принципе, там, испортив, ну, пару пачек электродов, я научусь это делать. Безусловно. Пусть не так хорошо, как они, пусть у меня шов, там, не будет идеально гладким, как кожа 18-летней девушки, там, ну, она, главное, будет держать. А каждый раз просить у рабочих, ну, такое впечатление, знаете, что там, о, да ты понимаешь, вот тут надо шов такой-то, такой-то будет так дорого стоить. Ну, честно, просто тупо достало, не хочу. Мне проще отдать 100 долларов. Вот этот аппарат, что я вам показывал, он стоит 100 долларов. Ну, плюс там нормальная сварочная маска, плюс там электроды. Зато это фактически, ну, грубо на всю жизнь. И для таких вот, каких-то таких совсем работ, которые не требуют уж сильно огромного качества, я думаю, что я вполне справлюсь. Ну, и, собственно говоря, когда я буду покупать кемпер, я думаю, что сварочных работ я буду, тоже там будет много. Ну, и плюс его можно возить с собой, мало ли где-то что-то там на ухабах отпадет. Через там 2,5-киловаттный инвертор взял, подварил. Не надо опять не ехать никаким работяга там в село, выслушивать. О, ты ж понимаешь, да тут космическая сварка, да тут звезды не так встали. В общем, давай 300 баксов, тогда сделаем. Да? У них все к этому сходится. Что называется, нафиг с пляжа, сделаю сам. Плюс не так красиво, зато надежно. Вот такой кратенький спич. Ну, а теперь давайте посмотрим на эту гаражную тячку чуть поближе, что же производители нам туда положили. Итак, уважаемые зрители, перед вами, тут написано только на украинском, я буду переводить, кто не понимает, сваривальный инвертор, NBC250L Profi, сварочный инвертор, ну, марку вы как бы знаете. Так, особливости. Однофазный, компактный, сваривальный аппарат, инверторного типа с термостатом. То есть, это однофазный, компактный, сварочный аппарат, инверторного типа, с термостатом, и принудительным охлаждением, вот, прямусовым охлаждением. Прозначено ли, перерубить пустинным струмом, штучным электробом. Он предназначен для выполнения работ постоянным током, обычным электродом. Вот. Комплектация, комплект аксессуаров, сваривальника. Комплектация, ну, комплект аксессуаров, сварщика, что это значит, я сам не знаю. Давайте откроем, посмотрим, потому что я его еще не открывал. Так. Значит, тут у нас все запечатано. Мы, значит, ножичком это дело аккуратненько вскроем. Так. Скотч. И будем смотреть, что туда производитель положил. Ага. Так. Давайте коробочку сразу отставим в сторону. И тут вот у нас с вами пластиковый такой кейс. Кейс, должен сказать, такой очень такой крепенький на вид, по крайней мере. Ну, картиночка, картиночка, в принципе, повторяет данные. Не будем переводить. А давайте сразу его перевернем и посмотрим на содержание. Вот это как бы самое интересное. Открываем. Ага. Ну и вот наше счастье с вами сварочное счастье. Гарантийный талон. Кайзер. Так. На украинском. Кремлесец из эксплуатации. Это паспорт вырубил. На русском нету. По-моему. Да, на русском нету. Только на украинском языке. Так. Дальше. Ага. Тут такая идет сварочная, я так понимаю, маска в комплекте. Ну, честно говоря, она какая-то такая хлипенькая. И я заказал маску сварочную отдельно. Я вам ее позже покажу. Но это тоже пусть будет в комплекте. Она как бы не помешает. Значит, дальше мы с вами видим. Давайте будем сразу все распаковывать, да? Так. Это мы с вами видим. Вот пошел такой, знаете, китайский пластиковый запах. Обычно он идет от чемоданов. От чемодана нет. А вот когда я открыл вот этот резиновый провод, сразу так пахнул. Китаем, да? Запахло, что называется. Ага, я так понимаю, это держатель электродов, скорее всего. Да? То есть, вот такой. Ну, давайте тоже пока отложим в сторону. Ручка для пластика, для маски. Ну, она, конечно, такая, честно вам скажу. Такая. Дальше. идет, о, щеточка. Щеточка такая и молоточек. Ну, как бы для бития окалина, я так понимаю. В принципе, как бы полезная такая штука, да, получается. Тоже давайте отложим в сторону. Так. Сам сварочный аппарат. Кстати, он такой малюсенький, вы знаете. Ага, смотрите, еще вот такой провод для переноски. Кстати, это тоже полезно. Ну, и вот сварочный аппарат такой, он, как бы совсем маленький. Сделаем очень аккуратно. Ну, вот. Сзади вы можете видеть кулер вот сейчас. и, я так понимаю, вот эта кнопка вкл, выкл, да. То есть, да, он офф. И провод 220. Ну, вы знаете, очень такое хорошее качественное впечатление производит в первом виде. Вот лицевая панель, извините. Значит, я так понимаю, окошечко вот видно с левой стороны, где будет видно ампераж. и плавная регулировка от 10 до 250 ампер, да, получается. Знак повар. Вот. Ова хат, видимо, перегрев. Ну, и вентиляционные отверстия. В общем, вы знаете, пока мне все нравится. Я считаю, что комплектация очень даже неплохая. и внешний вид он такой очень аккуратный, я бы сказал, такой западный, достойный внешний вид. Так, ну, давайте отложим в сторону. Тут у нас с вами что-то есть еще. Давайте откроем. Ага. Так, тут у нас с вами так-так-так. Ага. Вот все-таки держатель электродов, да, я ошибся. Там была масса, то есть минус. а вот держатель электродов с такой надписью KDN 2000 200 ампер 20% и такая защелочка для электрода. Ну, выглядит тоже вроде так ничего. Ну, вот, уважаемые зрители, такая комплектация как бы этого аппарата. ну, а теперь давайте попробуем с вами чего-то приварить. Будет интересно. Итак, уважаемые зрители, пару слов о сварочных масках, да, вот, прям как на Бали маскараде. Ну, вот маска, которую вы видите слева, это маска, которая шла в комплекте. Ну, честно говоря, дерьмо полное. То есть, да, она, конечно, функции свои будет выполнять, но она хлипкая это безобразие. То есть, в месте крепления ручки вот здесь она у меня уже немножко треснула. Ну, скажем так, она будет в гараже в качестве запасной. А, вот сравните даже внешний вид. А за 66 гривен, сейчас я эту положу, вот, а за 66 гривен это примерно 2,5 доллара. Я вместе с инверторным аппаратом Кайзер заказал вот такую маску. То есть, эта маска что может? Она может подниматься. Тут тоже есть защитное стекло. Вот, вот, видите, я ее одел и можно как бы идти на дело, никто не узнает. Может подниматься вот таким образом. То есть, тут идет нормальное крепление, при котором у меня две руки свободные. Ну, это, конечно, тоже абсолютно непрофессиональная маска. Ну, для моих целей как бы вполне хватит. А самое главное, что у меня свободно две руки. Всего лишь два с половиной доллара. Я думаю, что она для таких гаражно-бытовых целей вполне пойдет. Ну, что, уважаемые зрители, давайте попробуем стать сварщиками. Ну, вот, для начала мне нужно приварить вот этот крючок вот к поверхности лестницы, которая ведет в подвал. лестницы, а зачем я на этот крючок вешу веревочку, на нее баллон с газом перевернутый и заправляю через свою заправочную систему туристические баллоны. Об этой заправочной системе у меня есть видео, ссылочка тоже вот сейчас появится, можете нажать и посмотреть. А вопрос в том, что мне некуда было эти баллоны вешать. Я вечно мутил, вот тут что-то обкручивал, но теперь можно сделать петлю, повесить на крюк и таким образом попробовать свою работу с туристическими баллонами улучшить. И для этого нам понадобится вот такая сварка. Ну давайте посмотрим, что с этого получится. Только не смейтесь, пожалуйста. Вдруг у меня не получится первый раз, но я буду стараться. Ну что, я даже прихватил, представляете? Правда, поймал пару раз датчика, а может я не прихватил. Не прихватил, круто, а? Скоро буду вообще сварщиком. Ну скажем так, этот электрон двухмиллиметровый я специально взял потоньше на первый раз. Может надо было трехмиллиметровый взять. Но уже попробую сейчас проварить хоть какой-то шов, вот, ей прикрепить окончательно. Посмотрим, что получится. Вперед! полэлектрода уже нет. Ну пусть она остынет. Ей посмотрим, что получится с этого. Вообще прикольная штука. Ток сейчас 83 показывает ампера, но мне писали там, что вроде бывает, что привирает. Надо смотреть так эмпирически. Вот. А по электродам написано, что на двойке электрода должен быть ток максимум 90 ампер. приблизительно я поставил по датчику 83. Вот. Так, плюс-минус две трамвайных остановки. Собьем окалину. Ну вот, уважаемые зрители, первый мой истраченный электрод. Вот, что у меня получилось. Конечно, фигня полная, но самое главное, что держит мертво. То есть, теперь сюда можно весить все, что хочешь. Действительно, как бы, крепится. Ну, опять же, первый мой потраченный электрод, то я считаю, что задача выполнена. Ну, а дальше можно только совершенствоваться. Спасибо, что были на моем канале. Вашему вниманию был такой кратенький обзор сварочного аппарата инверторного типа Kaiser ABC 250L. С вами был Клима Вячеслав. Я желаю вам всего самого-самого хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова